Да, мы опять в прямом эфире, сейчас к нам будут присоединяться, мы, честно скажу, ненадолго, да-да-да, вот, приятно, Лена, присоединяются, мы остановились, я как обычно забыла запомнить, я забыла запомнить все вопросы, которые остались в первой части, что-то виснет, ну, простите, пожалуйста, в любом случае будет, а, все уже окей, в любом случае эфир будет сохранен, все будет нормально, вы сможете посмотреть его на ютубе, ссылка в профиле, Маша, у меня столько было вопросов, боже мой, я просто смотрю, да, что к нам присоединяется, А ты бы хотела иметь опыт именно такого преподавания, вот прям делиться, вот ты же сама, то есть, это, кстати, один из вопросов моих следующих, ты можешь себя назвать самоучкой? Ну, думаю, что да, потому что, по сути, профессионального образования я не имею, а там, начальная, художественная у нас полстраны, либо учились в музыкальной школе, либо художественной школе, да. У нас присоединяются новые слушатели-зрители, у нас, у нас в гостях, у нас в гостях, мы в гостях с Машей Мешкарёвой, да, и у нас вторая часть уже эфира, то есть, просто многие реагируют же так, ага, всё равно была художественная школа, да забудьте вы о ней на самом деле, об этой художественной школе. Нет, знаешь, не совсем нельзя забывать, как бы то ни было, я говорю, она даёт какую-то базу, которая остаётся в голове, руки не помнят, это, конечно, то есть, все эти умения можно, ну, рука не помнит, нужно восстанавливать заново, но в голове, по крайней мере, остаётся алгоритм, как это делать, это, знаешь, даже элементарно, ну, не все знают, объясняют, как делать замеры с помощью карандаша, например, да, как измерять пропорции, вот, там, с помощью кисточки или карандаша, как это переносить на бумагу, вот это, то есть, какие-то, знаешь, правила построения трёхмерного объекта на двухмерном листе бумаги, вот это всё равно есть, перспектива опять же. Ну да, то есть, учат видеть, научили. Да, но в любом случае это ничего не значит, то есть, то, что голова помнит, это вообще не факт, что ты сядешь сейчас, возьмёшь и изобразишь это руками. Да, у нас просто вопросы повторялись опять, ну, я их не стала зачитывать, там, где учились и так далее, сама, потом уже сама-сама-сама, и, то есть, вот, я же понимаю, что когда ты сам, сам идёшь через эти дебри, да, сам учишься, у тебя есть свои поиски, свой опыт, какие-то ошибки, какие-то пробы, хочется тебе этим делиться? Я не могу, ну, да, делиться, да, мне бы хотелось иметь вокруг себя какой-то кружок единомышленников, то есть, я себя, я говорю, по-прежнему не позиционирую как преподавателя, который стоит сверху и учит тех, кто внизу, нет. Наверное, даже в чём-то это совместный поиск чего-то, то есть, мне вот нравился, на то, на чём разговор мы закончили предыдущий эфир, у нас было некое общество единомышленников, да, кто-то рисовал хуже, да, я, возможно, была опытнее всех, но мы вместе обсуждали там какие-то достоинства, какие-то недостатки в работах, вместе удивлялись, когда, ой, как здорово получилось, надо же, смотри, какой здоровский участок вот здесь вот, и я в том числе училась тоже, видя и сопоставляя там разные работы, разные этапы работы, рост, допустим, чей-то, это несомненно был мой рост тоже. Маша, почему был? Его нет уже? Да, ну, к сожалению, сейчас я не веду эти занятия, потому что времени не хватает. Да, это бесценно на самом деле, когда есть друзья, есть семья, ну, когда есть единомышленники, с которыми можно обсудить поток краски по бумаге, ну, это, конечно, совсем другое, это правда. А скажи, это то, о чём я говорила, у нас ручка дрожит чуть-чуть, а ты бы не хотела или, может быть, хочешь и планируешь выставку или принять участие в выставке? Я бы хотела, сейчас скажу, я бы хотела, причём? Персональную? Наверное, нет, потому что у меня нет материала на персональную сейчас, ну, либо это нужно... Всё продано. Видишь, я понимаю так, что выставка персональная, она должна быть подчинена какой-то цели, то есть она должна в динамике, там, от картины к картине рассказывать и развивать какую-то мысль. То есть такого сейчас нет, потому что просто не стояла такой задачи. Можно подобрать несколько сюжетов, которые более-менее между собой связаны, разговаривают и вот развивают какую-то мысль, но персональную, конечно, не тянет. Ну, было бы интересно, да. Причём, когда мы занимались в студии, она была при нашем художественном музее в нашем городе, нам даже обещали сделать выставку нашу с девочками, как бы вот как нашего стихийно созданного кружка любителей аквареля. Ну, там что-то не срослось, мы даже немножко одно время к ней готовились. Здорово. Ну, я думаю, что ещё всё впереди. Ну, я думаю, да, всё впереди. Маша из города Курган. У нас вопрос, из какого города? Курган. Курган, да. Маша, дома висят оформленные работы? Две. Какие? Две. Кстати, они вообще в самых недрах моего, на дне моего инстаграма находятся. Они были сделаны акварельными карандашами. Это было ещё до того, как я начала рисовать красками, потому что с красками мне было сложно справиться. Мне нравилось карандашами, потому что они позволяли контролировать процесс, никуда не утекали. Было не так страшно с ними. Вот у меня там фотография, кстати, городской пейзаж, фотографии Лондон. Карандашами? Акварельными, да, карандашами. И китайский сюжет, там рыбки вот такие вот золотые в пруду. Они откуда-то из интернета мне понравились, картинка дома висит. А почему не висит вот то, что сейчас? То, что моё, я даже не знаю, не могу сказать, почему на самом деле. Не знаю. Подумай. Ну, ты до конца не любишь результаты, он тебя смущает, ты постоянно к нему возвращаешься? Нет, нет. То есть, ну, у всех же по-разному, да? Я, наверное, отношусь к этому как к результату труда, который не для меня, а он может быть. То есть, те работы, которые, например, у меня остались в наличии, они все выставлены для продажи, и в любой момент могут купить, как положено. Либо, если я не сделала скан с неё, она мне будет нужна, неоформленная, чтобы сделать цифровую копию. То есть, вот такое отношение. Я как будто бы не отношусь к чему-то принадлежащему мне до конца, для того, чтобы вставить и повесить у себя. Вот так, скорее всего. Либо, знаешь, нужно ещё что-то нарисовать специальное для себя. Говорит, что чуть-чуть тихо. А даришь? Дарю. Дарю, но вопрос подарка, то есть, нужно согласовывать, потому что картина имеет такое свойство. Вроде бы её подарили, у человека появляется обязательство её куда-то повесить. Нужна, она не нужна, ему тут сложно угадать. Она должна, мне кажется, либо зацепить, либо нет, уже вот готова. Почему обязательно повесить? Есть много случаев, когда, я как зритель это видела, в папках люди хранят, покупают, акварели хранят в папках, и они... Кто-то, ну, то есть, людям нравится, они пересматривают, вдохновляются, как книга. То есть, не обязательно вешать. А с другой стороны, всегда есть возможность поменять экспозицию. То есть, а кто-то, может, коллекционирует, и такие ребята есть. Ну да, ты права, я не думала об этом с этой точки зрения. Но нет, как правило, я дарю, но мы согласовываем предварительно, что это будет. Как правило, хотят. Уже хотят конкретно, чтобы что-то я подарила из твоей изменения. Всё вот так вот. Хорошо. Я хочу тебя попросить дать совет начинающим, тем, может быть, кому страшно, тем, кто самоучки, тем, кто... У кого был перерыв. Вот от себя совет им. Совет. В принципе, наверное, я эти слова уже говорила в начале, ну, в середине прошлого эфира, поэтому я повторюсь. Во-первых, нужно иметь перед собой цель. Нужно каждый раз понимать, то есть, любой процесс, неважно чего там, обучение к чему-то, постижение чего-то, это лестница. Нужно всегда чётко знать, то есть, на какой ступени ты находишься, и видеть на две ступени наверх, где ты окажешься. Потому что, когда ты поднимешься на следующую ступень, тебе нужно как минимум уже на одну ступеньку знать, где ты будешь. Это непрерывный процесс. Поэтому нужен чёткий план. Зачем этим заниматься? Чего ты хочешь достичь и ставить себе временные рамки? Потом нужна самодисциплина для того, чтобы следовать этому плану. Например, нужно... План нужен потому, что вот у любителей какая проблема? Отсутствие времени. И кажется, например, ну что там, сегодня у меня уже осталось полчаса, а вот уже, пока я тут раздумывала, осталось 20 минут, а уже и 15, собственно, что спеть за 15 минут, а ну его, нафиг, ничем не буду заниматься. Вот, поэтому очень важна самоорганизация, самодисциплина и понимание, что если я запланировал себе сегодня позаниматься, то лучше 15 минут, чем ничего. И вот эти 15 минут нужно сесть, завести таймер, ну вот, как я говорила, да, поставить там яблоко, например, и написать яблоко за эти 15 минут, или там шкурку помидора передать, блики, например, какую-то задачу поставить и решить. Вот из этих мелочей, из этих мелких 15 минут складывается успех. Нужно быть терпеливым, терпеливым к себе, к собственным неудачам, потому что будет много в мусорной корзине, это неизбежно, тоже говорили про это. Мусорная корзина полная у всех, в том числе и у меня. Корзина опыта. Корзина опыта, да. И поэтому нельзя никогда останавливаться, потому что у меня не получилось. То есть нужно мужество, чтобы идти дальше. Через не получилось, через брошу все, не буду ничем заниматься. И вот тогда ждет награда. То есть после этого, в любом случае, количество сложится в новое качество. Это законно, это неизбежно. Спасибо. Вот, еще вопрос, он будет последним, потому что мне еще нужно помучить Машу с другими вопросами. Что тебя вдохновляет? Что меня вдохновляет? Больше всего меня вдохновляют другие люди. Мне кажется, что внутреннюю батарейку больше всего задерживает смена впечатлений, смена мест и знакомства с новыми людьми. Причем, мне кажется, что все знают, что ничто так не заряжает, как общение с человеком, увлеченным своим делом. Даже пусть это будет совсем не художество, не искусство. У человека, от человека, у которого горит глаз, который хочет развиваться в своем деле, который ищет, который все время идет вперед. Ты, побыв с таким человеком, ты сам становишься таким в своем. И тебе хочется скорее брать, быть таким же, тебе хочется, не знаю, изучать живопись, брать кисти в руки, бежать, садиться, рисовать, даже если человек, предположим, повар. Просто увлечен своим делом. Поэтому новые знакомства, люди переменно мест путешествуют. Конечно, сейчас там фестиваль, знакомство с таким количеством людей, которых я знала раньше только виртуально, которые раньше были только буквами на экране смартфона, а теперь это осязаемые люди, это огромные эмоции, огромный толчок, огромный заряд энергии позитива. А у меня настрел еще один вопрос. Есть ли у тебя хобби, кроме рисования? То есть, ну... Спорт? Спорт. Бег, да, я увлекаюсь. Ну, тоже мало кто. Марафоны? Полумарафоны. Полумарафоны. Ты бегаешь? Я бегаю. Каждый день бегаешь? Нет. Тогда мне уже будет, тут знаешь, работа, семья, бег и рисование, это, наверное, невозможно. Но соблюдая самодисциплину, возможно, все. Вот я о чем говорю, что нужна самоорганизованность и самодисциплина, например, для меня не составляет труда составить график и летом в светлое время суток. Если у меня нет времени вечером на пробежке, то я легко встану в 4.30, в 5 я буду уже в парке. На пробежке в 8 я буду уже на рабочем месте сидеть и заниматься своей работой. Поэтому все возможно, главное не давать себе спуску. Спасибо большое. Девочки, нас начали благодарить за эфир. Спасибо, что были с нами. Мне очень приятно, что не поленились, поставили будильник, проснулись, проснулись и были с нами и задавали вопросы. Маша, тебе отдельное спасибо. Я сейчас продолжу тебе задавать каверзные вопросы, но уже вне эфира. Спасибо всем, кто был. Мне действительно очень приятно. Это было очень волнительно. Огромное спасибо за все приятные слова, которые вы писали, за комплименты. Мне очень приятно. Спасибо большое. Всех целуем. Пока-пока. Пока-пока.